Дорогие друзья, добрый день. Дорогие друзья, добрый день. Финансовый план – это что такое и зачем, и как часто он нужен обычному человеку? Расскажите. Финансовый план очень нужен на самом деле, и это первый шаг к финансовой грамотности. То есть если мы принимаем для себя уже быть финансово грамотным человеком, первое, что мы должны сделать, это начать первый, сделать первый шаг к этому, к введению финансового плана. Планировать свои деньги, свои доходы. Да, обязательно. Что туда входит? Туда входит, конечно же, учет доходов и расходов. В этот финансовый план мы расписываем все обязательные наши траты, необязательные траты, необходимые траты и так далее. Также мы в финансовом плане можем фиксировать какие-то события нашей семьи, мы можем фиксировать запланированные расходы, скажем так, например, отпуск или какую-то поездку куда-то всей семьей, допустим, на выходные дни. То есть этот финансовый план – это наша жизнь, скажем так, которая отражает нашу ежедневную жизнь всей нашей семьи. Вот этот финансовый план невозможен без графа накопления, потому что тот же отпуск, та же учеба, покупка вещей сейчас, по-моему, очень актуальна, когда ты не просто там время от времени что-то себе покупаешь, а вот выделить большую какую-то сумму приличную и пойти и одеться, допустим, на сезон, взять себе верхнюю одежду и костюмы, и что-то сразу и много. Ну, чтобы не отказывать себе, не выбирать по чуть-чуть, да, вот сразу как-то себя порадовать. Все равно накопления нужны, как правильно их делать? — Обязательно нужно учитывать и эту статью. И накопление, и не только просто накопление, да, а именно соформирование резервного фонда. Мы уже об этом говорили ранее на наших встречах, то, что формирование резервного фонда – это такая обязательная часть жизни финансового грамотного человека, потому что он формируется не за один день, не за один месяц, даже не за один год. Вот, если брать размер резервного фонда, то это три или идеальный размер, это шесть ежемесячных доходов, да? Вот, кто-то расходы берет, кто-то доходы берет, вот мне удобно доходы считать. Поэтому я, ну, как эксперт, рекомендую именно формировать в доходах. И он формируется очень долго, за один раз, ну, как бы за раз его не сформируешь. И поэтому тоже вот этот 10% от нашего дохода мы должны откладывать в резервный фонд в первую очередь. Во вторую очередь, да, вот те накопления на наши цели, то есть формирование сбережений для приобретения каких-то крупных вещей, для покупки сезонных вещей. То есть уже сейчас можно планировать наш гардероб на весну, допустим, да, или поездку на лето, допустим. Расписать, сколько в месяц мы готовы откладывать, чтобы у нас в июне месяце получилась там сумма, ну, приличная сумма для того, чтобы мы поехали всей семьей, допустим, отдохнуть куда-то. И согласовать это все со всеми членами семьи, да, чтобы все согласились, что да, мы откладываем на отпуск. И получается, тогда у нас в июне месяце, то есть с ноября месяца мы начинаем копить, в июне месяце у нас получается та желанная сумма, которая нам будет необходима. Плюс отпускные, допустим, если будут в июне, то есть мы же заранее уже знаем, мы же получали эти деньги, да, мы же знаем, сколько у нас будет. Вот и плюсуем, и выходит, что у нас получится достаточная сумма для того, чтобы хорошо отдохнуть всей семьей. Я помню, что в прошлых эфирах, на прошлых эфирах мы также касались этой темы накопления. Мне прямо вот вы рассказываете, мне так грустно-грустно, что это постоянно нужно как-то себя ущемлять, какую-то вот часть отодвигать на потом, на какое-то будущее. Хочется же удовольствия здесь, в настоящем, сейчас. И ведь есть люди, у которых мышление, когда вот деньги любят, чтобы их тратили круговоротно. Вот ты получил там, ну, основные какие-то, да, там, заплатил, да, свои там налоги, которые нам необходимо платить на какой-то там, допустим, какая-то сумма на еду, да. Ну, а остальные так вот хочется же так вот как-то, ну, вот по настроению потратить. А получается, что если ты финансово грамотный человек, то себе ты таких вольностей не позволяешь. Но от этого же жизни скучнее. Ты лишаешь себя вот этой вот спонтанности, вот этого вот возможного какого-то, ну, не знаю, поступка такого. Иногда же просто хочется вот по настроению что-то себе подарить. Или близкому человеку сделать какой-то подарок, который ты вообще не планировал и не знал, что будешь просто сиюминутно. Доля правды есть, да, в ваших словах, что, да, действительно, мы можем потратить здесь и сейчас, получить сразу то, что ты хочешь, да, но когда мы начинаем самостоятельно, не используя заемные деньги, скажем так, или кредитные деньги, да, когда мы, ну, для приобретения той вещи, которая нам желанна, допустим, вот мы мечтали там, допустим, о каком-нибудь, о какой-нибудь сумочке, допустим, да, которую мы хотели бы купить. То есть мы получаем зарплату, мы идем и покупаем эту сумочку за раз, а потом сидим и во всем себя ограничиваем условно или занимаем деньги для того, чтобы дожить до следующей зарплаты. Но ведь можно эти затраты, вот ту сумму, ну, ту стоимость, точнее, да, то есть вещи, которые нам очень желаны, можно ее распределить на несколько месяцев, допустим, на три, и откладывать от зарплаты определенную сумму. И когда наступает вот этот вот желатный день, когда у нас есть на руках сумма, когда мы идем в магазин, приобретаем эту вещь, ту вещь, которую мы накопили самостоятельно, сами, мы получаем такую высокую самооценку на самом деле. Человек начинает, ну, как, не начинает даже, а он становится уверенным в своих силах, он становится уверенным в себе, во-первых, что он может, и это же финансовая дисциплина. Это вот откладывание, как раз введение накоплений, формирование резервного фонда или финансовой подушки безопасности, это все касается финансовой дисциплины. И это ведет нас к тому, что мы начинаем задумываться о многих вещах, то есть о том, что есть ли польза для меня в этом. Вот здесь мы уже рационально начинаем мыслить. Не эмоционально, да, вот как мы, хочу и все, а именно рационально, что, какую пользу эта вещь мне принесет. У меня есть знакомая, которая берет вещи по принципу, вот сколько раз одела, вот настолько эта вещь ей выгодна. То есть она купила платье за 10 тысяч, если она его одела один раз только за год, она зря потратила 10 тысяч. А если она его носила каждый день, и получается, что эти 10 тысяч были оправданы, скажем так, да? На 30 дней, да. Ну так обычно, это же такой ход, что вот вы думаете, что эта сумма такая большая, вы разделите на столько-то дней в месяц, на столько-то часов, сколько нам пригодится. Такой подход, да, есть такой. Не знаю, мне как-то больше нравится, когда может же перегореть уже это желание. Пока ты накопишь, у тебя уже не захочется ни эту сумочку, и там у тебя мечты уже будут другие. Поэтому, когда мы говорим про финансовый план, мы не говорим о нем как о догме, мы не говорим как о чем-то обязательном. Финансовый план — это живой организм. Он живет вместе с нами, с нашими целями, с нашими желаниями, с нашим настроением. Захотели сегодня так. Завтра посидели, ночь, как говорится, подождали, на утро просыпаемся, уже совсем другие желания. Уже так сели все, все, наш план перечеркиваем, делаем вот так. И это правильно, потому что это жизнь. Мы же двигаемся, живем, у нас меняются приоритеты, меняются наши какие-то установки внутренние. Человек живет, и это самое главное. Человек развивается. Например, мы планировали потратить на отпуск, а подвернулось какое-то, допустим, образование, какой-то специальный курс, который поможет мне потом, например, получить новую профессию. И человек уже начинает задумываться, вот поехать мне отдохнуть там две недели, или оплатить этот курс, получить вот эту специальность, и потом заработать на этот отпуск там за три месяца, допустим. Если найдешь работу, еще не найти. Нет, ну там сейчас курсы предлагают, вот есть онлайн-курсы, которые уже предлагают, ну, предположительно, там есть вакансии. Уже человека подводят к тому, что, например, ты проходишь обучение даже в государственных специализированных центрах, допустим, центры опережающей профессиональной подготовки. Там же можно уже сразу переподготовиться и пойти сразу работать. То есть там центр занятости уже предлагает вакансии по этому направлению. Поэтому человек, в принципе, самое главное сделать шаг. А первый шаг – это просто сесть и составить свой финансовый план. Именно как ты хочешь жить, как ты видишь свою жизнь и жизнь со своими деньгами, скажем так. Как ты хочешь дружить с ними, ты хочешь их завоевывать, я не знаю, ты хочешь их получать взаймы или еще что-то. Про кредиты мы же тогда разговаривали с вами. На самом деле кредит – это очень хороший финансовый инструмент, который действительно помогает получить то, что необходимо в кратчайший срок. Вот кредит учит быть дисциплинированным. Да. Вот финансовая грамотность, она точно не про меня. У меня, наверное, второе имя – хаос. Я вот не совсем не вижу себя, что я вот так вот могу с деньгами. И с другой стороны, я подумала, те люди, которые так могут, вот они прям сидят и рассчитывают. Это же внимание, сколько они уделяют деньгам. И деньги, конечно, в их жизнь, наверное, охотно приходят за этим вниманием. То есть постоянно ты практически, ну каждый месяц – это точно два раза в месяц ты садишься там и подсчитываешь, и считаешь. Не обязательно сидеть и считать, не обязательно прямо… Главное – подходить осознанно к тому, что понимать те основные правила, да, скажем так, что у нас есть доход, что у меня есть основные расходы. Это уже финансовая грамотность. Когда человек понимает четко, что у него есть обязанности платить по обязательным расходам, это оплата жилищно-коммунальных услуг, это оплата мобильной связи и так далее, и так далее, да. То есть это сейчас, вот, например, до 1 декабря мы должны оплатить налоги. То есть вот когда ты финансово грамотный, ты думаешь о своих деньгах, думаешь о своих тратах, это уже формирование вот этих вот, скажем так, установок и навыков. Ну, в основном с той зарплатой, которую имеет у нас большая часть населения, в принципе, там на оставшиеся деньги особо и не разбежишься. И поэтому в ходу так удобные и так популярные кредитные карты, которые вот там в течение трех месяцев потом можно сумму, которую ты выбрал, безпроцентно погасить. Но вот относительно кредитных карт можно тоже не удержаться и потратить больше, чем ты можешь потом внести. И сложно потом закрывать. Есть ли какая-нибудь хитрость, как можно быстро закрыть вот эти кредитные карты, не беря кредит на их погашение? Об этом мы поговорим с вами сразу после рекламы. Сейчас на две минуты мы уйдем. Слушателям и зрителям я предлагаю оставаться с нами и продолжить разговор. Очень скоро. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якуск сегодня» в нашей студии руководитель регионального центра компетенций по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия Рита Якушева. Мы говорим о том, как правильно составлять финансовый план, который невозможен без накопления, графы накопления. Но некоторым людям это не под силам, не по силам, как мне, например. И таким людям тогда нас выручают кредитные карты. Но потом может так случиться, что ты не знаешь, как сделать так, чтобы ее закрыть и не переплатить в срок, чтобы уложиться. И мой вопрос был перед рекламой. Есть ли какие-то, может быть, секреты, полезные лайфхаки, чтобы это все-таки получилось, не беря кредит, например, чтобы закрыть кредитку? По кредитным картам, да, действительно. Это очень такой легкий инструмент, скажем так, да, ее легко получить. И иногда сумма, скажем так, сумма баланса именно на кредитке, она бывает очень высокая. Например, превышает ваш доход в 3-5 раз. И добавляют банки еще намеренно постоянно, даже если когда-то не просишь. Да, потому что вы платите, допустим, соблюдая все условия пользования кредитной картой. Когда вы все условия соблюдаете, банк видит, что вы платите, что вы довольно-таки платежеспособный человек, и поэтому он вам увеличивает кредитный лимит. В принципе, первый шаг. Можно попросить уменьшить кредитный лимит. То есть уменьшить его до 50% хотя бы от основного дохода, чтобы было легче погашать. Вот, в дальнейшем. А если ты уже выбрал тот кредит, который тебе пару раз увеличили, и он превышает твой доход? В этом случае поможет такая тактика, как, допустим, можно еженедельно откладывать на кредитку определенную сумму, чтобы она как раз, опять же, финансовый план, то есть посчитать, сколько мне нужно будет, например, кредитный лимит из 100 дней, допустим, или 50 дней. 100. 100 дней. Вот, в течение 100 дней, сколько денег мне нужно отложить, чтобы полностью закрыть эту сумму. Но в данном тогда вам придется себя ограничивать в своих каких-то ежедневных тратах. Но не устану повторять, то что мы сэкономили, то мы заработали. И, в принципе, все сэкономленные деньги, например, я, например, их потом в конце месяца считаю и покупаю себе какую-то вещь. Вот, значит, сэкономленные деньги. Как бы подарок себе. Подарок себе за то, что я экономила, да. Вот именно ту вещь, которая мне нужна. Вот, и, в принципе, это такой, ну, идеальный такой подход. Сейчас я задумывалась, пока мы с вами разговариваем, сейчас я думаю, в этом месяце я попробую сделать так, чтобы внести большую сумму на погашение своего кредита. Потому что у меня тоже есть кредит, как бы я его плачу ежемесячно. Но тут мы с семьей тоже, когда обсуждали наши финансовые вопросы, мы решили, что нам этот кредит все-таки надо, чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее мы его закроем, тем для нас будет лучше. Потому что те деньги, которые мы сейчас оплачиваем за кредит, они нам пригодятся на другую цель. Вот, и поэтому можно, в принципе, каждую неделю откладывать определенную сумму и откладывать ее на кредитку. И тогда вы за 100 дней закроете ее. Каждую неделю, это если у тебя работа какая-то, если ты там как-то можешь работать каждую неделю, и деньги в обороте у тебя, если это зарплата. Все от трата. У вас же есть, вы считаете сейчас свой доход, вы считаете основные расходы. Посчитайте основные расходы, посмотрите, сколько денег у вас остается для того, чтобы их тратить. И все равно вы каждый день тратите. На поездку на автобусе, допустим, на такси, или на кофе, какой-то обед, допустим, бизнес-ланч. Потом что еще может быть. Можно на период этих 100 дней отказаться от каких-то покупок. То есть, в принципе, от покупки вещей каких-то, если это не прямо вещи первой необходимости, допустим. И откладывать именно в этот фонд. То есть выделить для себя конкретную цель погасить за 100 дней вот этот вот. Слушаю вас, я думаю, самая хорошая идея, это вообще не вестись на вот эту вот кредитную историю, не брать эти кредитки. У меня, кстати, есть пару знакомых, которые ни разу на этот соблазн не пошли, не взяли себе кредитные карты вот с такими отличными условиями в течение 100 дней и отлично себя чувствуют. То есть у них нет проблем, что нужно вот где-то там бежать и что-то доплачивать. Да, кредитная карта, она теми хороша, что как бы можно от нее отказаться и можно ею пользоваться тогда, когда она правда необходима. Некоторые держат кредитки как в качестве резервного фонда. То есть есть вот определенная сумма, они от нее не отказываются, они платят годовое обслуживание, но пользуются ей только в экстренных случаях. Допустим, при поломке бытовой техники и плюс ко всему там банки же еще и предлагают дополнительные скидки и так далее, и так далее. То есть купятся какие-то бонусы, кэшбэк, это тоже в принципе очень удобный инструмент именно для таких вот направлений. Еще один лайфхак для погашения кредит. Можно пересмотреть свой гардероб, допустим, или какое-то сделать расслабление дома. То есть сейчас очень модно, тем более конец года, как в Японии мы читали, наверное, все, что в Японии принято проводить генеральную уборку, и все старые вещи, которыми не пользуются, они все это выкидывают просто из дома. И в Новый год заходят абсолютно без ничего лишнего. Есть еще страны, куда вывешивают просто на деревья, вот на плечики ту одежду, которую не нужно, ее забирают люди, которые без дома. Есть такое. Но можно поступить по-другому. Сейчас очень популярны сервисы по продаже бывших в употреблении вещей. И в принципе есть спрос на эти вещи, потому что люди уже поняли, что можно купить вещь в БУ, либо есть вещи, которые подарены, но ни разу не ношены. На некоторых даже есть этикетки, допустим. Вот если кто-то из нас сейчас, из слушателей, точнее уже у каждого в любом случае в кладовке лежит коробка с той вещью, которую ему подарили, и в которой даже лежит гарантийный талон, и в которой даже не притрагивались. Может быть, один раз открыли, закрыли и положили, и все не пользовались. Обычно это бытовая техника. В принципе, можно пересмотреть. И вырученные с таких продаж деньги можно как раз внести, скажем так, в фонд погашения кредитной карты, кредиты или еще что-то. Это вот точная история про какую-то везучесть в этой теме, потому что некоторые люди, они могут продать даже, я не знаю, там рваный шнурок какой-то, причем так нормально, а кто-то не может просто продает, и это объявление крутится, там крутится, и в конечном итоге так это все и остается. А вот можно посмотреть, да, сейчас же вот такие сервисы, они же дают возможность посмотреть на популярных продавцов, то есть посмотреть, выбрать, сколько там у человека продаж, и как он оформляет, и как он вообще пишет, что он говорит, может, как он делает фотографию, может, в этом вся загвоздка в том, что люди, ну, человек грамотно подходит к тому, что он сфотографировал, конкретно описал вещь, что там, как там, какие детали он описывает, да, или выкладывает полностью фотографию там изнутри и снаружи, допустим, чтобы человек, когда выбирает, чтобы он понимал, что он получит качественную вещь, не испорченную, чтобы он сразу видел, тем более есть видеосвязь, можно позвонить, и самое главное, это быть коммуникабельным, то есть когда вам человек звонит с вопросами, не отстраняться, что ли, от этого, да, если у вас есть задача продать, то продавайте, вот, а не говорите человеку, что вам некогда там, или еще что-то, ну, то есть надо идти на встречу, тоже покупатель. Да, возможно, согласна, это, да, одно из. Если говорить про накопления, дети отлично с этим справляются, даже те дети, у которых родители не очень успешны в накоплениях, а как раз-таки, допустим, пользуются вот такими кредитными картами на какую-то большую покупку, потом просто докладывают, либо кредитами. В чем секрет успеха у детей вот такого умения? Почему им это удается? Ну, дети же, они более дисциплинированы, чем взрослые. Мы взрослые как? Мы подходим ко всему, что со стороны я знаю, или я сам знаю, да, как мне делать. А ребенок всегда спрашивает, что мне делать, как мне сделать лучше, или посоветуйте мне, пожалуйста. И вот эти две разные позиции, как бы детям, их позиция помогает, скажем так, более ответственно, что ли, подходить к таким задачам. Потому что я даже смотрю на своих детей, у нас есть две копилки, одна моя, которая вот почти полупустая, другая их, она полная уже, они просто складывают в мою, потому что у них в копилке уже нет места. И они записывают, сколько они в мою положили. Каждый день я прихожу, они говорят, мы в твою копилку положили там 56 рублей. Я говорю, хорошо. Но я, естественно, не запоминаю, а у меня есть дети, которые все пишут. И поэтому вот в этом плане даже, да, вот я каждый раз хочу поехать и обменять, потому что есть специальные автоматы, которые могут обменять мелочи, получить нормальные бумажные деньги, да, вот, и в принципе воспользоваться этим. Ну, я думаю, что мы к Новому году это сделаем. Может быть, секрет в том, что дети не могут взять кредит, и у них нет возможности взять кредитную карту, а мы все-таки больше на это соблазняемся и нам некогда копить. Скорее всего, они просто, ну да, возможно, не испорчены вот этим вот, да, этим пониманием. Если у них есть какая-то цель, вот какой-то подарок, они там хотят сами себе сделать, да, или там добавить деньги на что-то, на какую-то вещь. Они не боятся. Они не боятся делать шаг. У них все просто, они не думают, они просто идут и делают. И потому что так сказали. Потому что это, потому что это сказал кто-то взрослый, да, это сказала мама, это сказал папа, допустим, да, или это сказал там учитель, который преподает финансовую грамотность. Сейчас же проходят уроки от Банка России на сайте Днифэг, да, и вот дети, которые проходят эти уроки, они же общаются прямо с сотрудниками Банка России, представляете? То есть с теми людьми, которые, в принципе, работают в такой организации, которая является мегарегулятором финансовых услуг. И они получают от них ответы на все вопросы. И это люди, которые могут рассказать детям и о финансовой безопасности, и о том, как правильно подходить вообще в целом к финансовому планированию, зачем быть финансово грамотным, почему этот проект работает в России и вообще в целом, да, в мире, что, почему важно, допустим, относиться очень ответственно к формированию сбережений. и дети сразу понимают пользу в сбережениях именно, пользу в резервном фонде, пользу в целом к рациональному вот этому подходу к достижению целей. они прекрасно знают, сколько стоит их цель. Вот, может быть, одна из этих детей как раз рассказывали за кадром о девочке, которая в пятом классе, у нее уже есть цель купить себе квартиру, и она откладывает себе на квартиру, ну, это прям фантастически. Может быть, и хорошо, что она не понимает, сколько стоит квартира и какие должны быть вложения, но у нее есть цель, есть мечта, есть желание, как бы потом разочарования не было, когда она подрастет и узнает, насколько это дорого. У меня уже были примеры, когда дети ставили себе цели и добивались их. Вот эти примеры, они есть. И первый урок мы провели, вот у меня, мой сын учился в пятом классе, нет, в четвертом классе он учился, я проводила у них в классе урок по финансовой грамотности. И был мальчик, который сказал, что я с этого дня начинаю, это был сентябрь месяц, я с этого дня начинаю копить деньги. Все, ну, мы каждого опрашивали, потом мы сделали конкурс рисунков и так далее, и вот каждый говорил, для чего, почему важно быть финансово грамотным. И вот мальчик отложил, и в марте он уже купил себе телефон. Какой молодец. Мы продолжим разговор о том, как правильно откладывать деньги, продолжим учиться у детей буквально через 2 минуты. Сейчас реклама. Друзья, мы снова в прямом эфире. У нас последний, третий блок. Вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 32 00 66 32 11 66. Мы говорим о финансовой грамотности, о финансовом плане. И главные финансисты это дети. И в частности, дети Риты Якушевой, которые отлично справляются с накоплением, переполняя свою собственную копилку и даже перекидывая в копилку родителей. В нашей студии сегодня руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Сахар-Якутия Рита Якушева. Я знаю такую семью тоже, где дети накапливают столько денег, что даже родители у них занимают иногда деньги. А потом им как-то отдают или как-то там они договариваются. Но вот у детей получается накопить хорошую сумму. То есть это там не 2, не 3 тысячи, это вот сколько-то там 10, 20, 30. Удивительно. Я вообще не знаю, как такое возможно, потому что все, что я могу накопить, это вот мелочь, которая копейки, которая там какую-то небольшую копилку, и то она, в общем-то, особо никогда ей не наполняется. Вот поэтому откладывать 10% от дохода, либо 10% от разницы дохода минус расходы, да, вот та разница, которая остается, можно от нее 10%, если все-таки вы считаете, что 10% от дохода ощутимая сумма, допустим, можно ее откладывать. Вот этот регулярный такой вот подход, нам же, взрослым людям, что нужно? Формировать привычки. И чем полезнее наши привычки, тем для нас лучше, потому что они в любом случае нам пригодятся, и в любом случае упростят и улучшат нашу жизнь. Детям, в принципе, они, вот как я сказала ранее, у них все четко. Им сказали, они пошли, сделали. То есть, они даже не думают. Наша проблема в том, что мы начинаем думать. Но еще и постулат, что все полезное, как в еде, все невкусное. Да. И все не такое приятное, как не полезное. А вот когда, я на себе попробовала, потому что тоже, когда перед тем, как я начала вообще задумываться о финансовой грамотности, вести финансовый план, вести накопление, сбережения делать, да, и так далее, то есть, ну, как-то планировать. Я тоже, я могла потратить за раз все тоже. Я же вообще не задумываюсь, потому что я знала, что как бы, ну, не проблема для меня вообще. Как приятно тратить деньги, это мне кажется, было бы очень приятно. Но потом, я прочитала вот книжку Кон Мари, да, по уборке дома вообще в целом, что такое, как вообще подходить к тому, чтобы у тебя дома всегда был порядок, как навести порядок вся в доме. И когда я посмотрела на свой гардероб, там, на более, стопор обуви, и меня это немножко, ну, какая бы, ошарашило. Да, ну, я просто нерационально подходила к тому, что вот я, как я относилась вообще к покупкам. Вообще, есть вещи, которые я вообще не надевала. Я, естественно, их реализовала, как бы, я от них избавилась, потому что, ну, такой багаж, зачем он нужен? Потому что, если ты покупаешь вещь, которую ты не носишь, это лишняя вещь. Вот, и получается, что она тебе, в принципе, не нужна. Ты уже, если ты не носил ее, там, год, два, да, допустим. и деньги тогда, волчается, они потеряны. Да, и деньги были потеряны. В том-то и дело, что когда ты начинаешь задумываться, сколько денег ты потратила, когда я паковала там в эти баулы и посчитала, сколько денег, я ужаснулась. На самом деле, это огромные суммы. Можно же просто отдать эти вещи. Ну, я, естественно, я их отдала. Я их не утилизировала, я их отдала, потому что кому-то они принесут пользу. Кто-то будет их носить. И отдавала именно вот с таким намерением тем, кому они действительно нужны. Детские вещи тоже самое. То есть, когда ребенок маленький, ты же покупаешь всякую, скажу так, ерунду, которая, в принципе, она нравится тебе, но не подходит ребенку, допустим. Вот тоже такой подход. Это тоже нерационально. А когда ты начинаешь задумываться рационально, дисциплинировать себя, задумываться вообще в целом, как бы о том, что, а надо ли, как бы, да, а не о том, что начинаешь думать, что вот, я же себя ограничиваю, и так далее. Нет, просто рационально. А действительно ли мне это надо вообще? Возможно, я сейчас открою шкаф, и у меня там будет еще 10 кофт, которые я вообще надела там по одному разу всего. И, в принципе, мне новая вещь и не так уж и нужна. Вот мы так к плану сбережений как раз до рационального потребления подходим. Потому что сейчас у нас идет неделя финансовой грамотности, которая называется «Неделя сбережений». Это всероссийская неделя. И в рамках этой недели проводится фестиваль «Финзош-фест». Тоже финансовое здоровье, вот такое название «Финзош». Финансовый здоровый образ жизни. Потому что о финансовом здоровье тоже нужно беспокоиться, и следить за ним. Ну, и финансовая дисциплина как раз помогает это делать. Сколько всего много в жизни, к чему-то даже не притрагивался. А как вы относитесь к тем людям, которые безналом накапливать стараются? Допустим, покупают золото и оставляют его на сбережение банку. Это же слитки, украшения. Очень правильно, потому что нужно иметь несколько источников альтернативных доходов и безличные металлические счета. Это тоже как вид излечения дополнительного дохода. То, что можно выбирать и сам продукт, посмотреть, проанализировать, какие банки что предлагают именно по таким металлическим счетам, какие условия размещения и денежных средств, как много вы сможете заработать. Тем более курсы сейчас растут и в принципе можно неплохо стать успешным инвестором именно в этом направлении. И это же неплохой такой вот счет можно открыть, когда ты его делаешь, допустим, открываешь для ребенка. То есть ты точно его так быстро не потратишь, да, и он золото же в цене возрастает. И для ребенка будет уже, вот что у него есть уже какая-то сумма, даже если он еще там только-только пошел в школу, например. Да, абсолютно верно, потому что длительные сбережения, как раз длительные накопления, например, на образование ребенка, на будущее ребенка и так далее. То есть да, нужно использовать такие продукты. И инвестиционные, финансовые инструменты тоже очень хорошо подходят. Это облигация, акции и так далее. Еще очень популярная на сегодняшний день такая манипуляция, это сдача с недвижимости. У меня есть несколько знакомых, которые вот так зарабатывают себе на жизнь, и в принципе они больше не работают. Они просто сдают какую-то квартиру, с этого получают деньги, и на них живут, и даже умудряются где-то что-то еще отложить, чтобы купить еще какую-то недвижимость. Но это правильно, тоже очень правильный подход к управлению собственным капиталом, потому что у нас же есть и финансовые средства, и есть капитал в виде нашей недвижимости. То есть если мы, скажем так, хотим, чтобы наши активы приносили нам, не были пассивами, а приносили нам доход, то есть нам нужно их реализовать. Если у кого-то, допустим, есть квартира у родителей, и есть квартира, допустим, у семьи молодой, можно родителей поселить к себе или переехать в более большую площадь, меньшую площадь можно задавать в аренду, и тем самым перекрывать коммунальные расходы и, допустим, какие-то обязательные платежи по займам или кредитам. Вот, в принципе, как вариант для дополнительного дохода это очень хорошо. Это хорошо. Досвоить финансовую грамотность и можно, в принципе, и не работать, тогда получается. Ну, если грамотно выставить приоритеты и приобретение именно формирования активов, то, конечно, да. На сегодняшний день как вы еще делитесь полезной информацией, как вы обучаете населения нашей республики, нашего города быть финансово грамотными, что для этого проходит, кроме вот того фестиваля, который вы... У нас сейчас проходит марафон финансовой грамотности для муниципальных районов республики Саха-Якутия. 17, 18 и 19 ноября у нас с 11 до 13 часов будет серия лекций. В первый день у нас будут выступать государственные органы власти, будут рассказывать о финансовой безопасности, о мерах поддержки граждан, именно государственной поддержки и о формах именно внедрения в образовательный процесс вот те... ну, как... виды вот этого образования, да, как финансовая грамотность. Странно, что нам не звонят наши слушатели. Обычно было всегда много звонков, не знаю, с чем связано сегодняшнее молчание. Возможно, все, раскрыв рот, слушают нас внимательно. Вообще, вопросы нам задавались относительно... очень много было вопросов относительно кредитов, относительно кредитных карт, и можно ли этого избежать. Также ипотечные вот эти вот вложения, когда ты за квартиру переплачиваешь в два раза больше. Но опять же соблазн, ты в ней уже живешь. И мне кажется, другого пути отложить на квартиру точно нет. Не хочу разочаровывать ту девочку, которая в пятом классе учится и уже начинает все откладывать. Мне кажется, без ипотеки это точно из кредитов. Смотрите, как раз финансовый план, да, финансовый план, он позволяет увидеть эту реальную картину, которая происходит с нами на данный момент. Мы туда расписываем все наши обязательные траты, скажем так, и мы видим, сколько денег профицитный у нас в бюджет. Или мы, допустим, у нас вообще нулевой доход, то есть мы все, наши доходы мы тратим. Вот у нас получается доход минус расход и разницы вообще никакой. Вот в принципе или же наши расходы превышают наши доходы. И это очень плохо. Это нужно пересматривать, это все равно нужно анализировать, это нужно... Себе опять отказывать во многом. Но не во многом. Есть же разные способы экономии. Есть очень много таких хороших способов экономии. Вот вы пересмотрели свой мобильный тариф на мобильной связи? Нет. Вот. Надо пересмотреть, потому что я опять... Мне опять пришло уведомление от мобильного оператора, что есть тариф более выгодный. Я хочу поменять. Просто я когда приходила в офис своего оператора и общалась, мне сказали, что вот из тех функций, которые мне нужны, что это вот самый удобный тариф. Это было не так давно, поэтому я даже, в общем-то, и не стала пересматривать, и не стала спорить. Новый год, в принципе, не так уж за горами. И многие сейчас только задумываются о том, что все-таки подарки дарить придется. Можно ли за короткий срок, два месяца остается, отложить хорошую сумму, чтобы порадовать своих близких? Можно, конечно, потому что есть разные способы накопления вот именно для таких целей, для подарков. То, что это, в первую очередь, это вот, давайте расскажу о конвертах, да? У нас остается 30 секунд, мы успеем. Ну, это конверты и способ 50-50. У нас в аккаунте «Финграм Якутия». Пожалуйста, заходите, смотрите, я там все подробно расписала. Да, вот пускай наши слушатели, зрители зайдут в аккаунт и там подробнее узнают о том, как можно быстро отложить на новогодний хороший подарок. Всем спасибо за внимание, всем хорошего вечера. Рита, спасибо, что приняли участие сегодня. Спасибо.